Посмотреть на красивый интерьер, полюбоваться на счастливых артистов, насладиться потрясающими постановками. Для этого стоит оставить все дела и прийти в Большой театр оперы и балета. А еще ради того, чтобы не пропускать такие волшебные моменты. В Большом театре оперы и балета состоялась грандиозная премьера спектакля «Анюта» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева. Когда-то эта постановка по мотивам известного рассказа Чехова «Анна на шее» была реализована как телеспектакль, а позже перенесена с экрана на сцену. С тех пор балет «Анюта» был поставлен Васильевым на многих площадках разных театров России и Европы. Теперь счастье иметь этот спектакль в репертуаре нашего Большого театра удостоились и мы. Большой, колоссальный праздник. Сегодня, в принципе, мы осветили театр таким большим, талантливым, крупным, настоящим русским спектаклем. Российская постановочная группа постаралась на славу. Но этот балет не был бы таким необыкновенным, если бы не наши артисты. Трогательно и точно образ старичка-отца Анны воплотил Игорь Артамонов, а яркая и эксцентричная роль чиновника Модеста Алексеевича в великолепном исполнении Константина Кузнецова. Главная партия «Анечки», которую в 1982 году Владимир Васильев поставил для неподражаемой Екатерины Максимовой, в белорусской постановке досталась Ирине Еромкиной. Никто не сможет сравниться с такой великой балериной. Но я рада, что я исполняю этот спектакль. И спасибо ей огромное, что она нам его подарила. Здесь мы, в общем-то, впервые за многие годы полный состав воспроизвели. То есть это, в общем-то, редакция полноценная. А в силу того, что оформление совершенно новое, Вольского, она свежее смотрится даже, чем она в Москве. Прекрасные декорации и костюмы знаменитых российских художников Виктора и Рафаила Вольских потрясают воображение благодаря кинематографическому эффекту, быстро сменяющимся картинкам и, конечно, драматургии спектакля. Я испытываю большое счастье и радость, что сегодня этот балет идет в Белоруссии, в Минске. Та страна, которую мы очень любим, это наши братья, это наши друзья. Красивая история от великого Антона Павловича Чехова. Потрясающая своей мелодикой музыка Валерия Гаврилина. Замечательное воплощение и профессиональное исполнение этого произведения – все это вместе создает атмосферу настоящего праздника. Больше радостных, разных спектаклей этой труппы. А я ей сегодня очень благодарен, потому что они просто замечательно все жили на сцене. Когда ты забываешь о том, что они говорят языком танца, все понятно и все доходит до сердца. Так что поздравляю Большой театр Минска. Не расстраивайтесь, если вы не попали на этот шедевр театрального искусства. Маленькая подсказка. 27 и 28 июня история Анны на шее повторится снова. Увидимся в театре. В Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.